Каждое высшее учебное заведение страны ставит перед собой несколько основных задач. Образование и подготовка специалистов, научно-исследовательская и воспитательная работа. Со всеми этими задачами Брестский университет имени Пушкина справляется отлично. А научно-исследовательской работой гордится особенно. Защищена одна докторская диссертация по высшей алгебре, причем защитил ее доцент, которому 38 лет, Трофимук Александр Александрович. И пять кандидатских диссертаций. Конечно же за этот год результаты своих исследований наши преподаватели опубликовали в 147 статьях перечня ВАГ. Что значит ВАГ высшей аттестационной комиссии, которая обязательно котируется при подведении итогов научной работы, при защите диссертации. Кроме этого, возглавляемой ректором научно-педагогической школе по педагогике и методике преподавания математики подготовлено шесть кандидатов наук. Также в УЗЕ работает пять научных школ, 215 студенческих групп и 12 научных лабораторий студентов. Об эффективности их деятельности свидетельствует стенд опубликованных работ студентов-эсперантов, насчитывающих сотни исследований и статей. И это все стало возможным благодаря энтузиазму и подготовке преподавателей университета, которые дают молодым людям знания и раскрывают их таланты на самом раннем этапе. К примеру, фолклористикой, культурологией, этноботаникой и этносимеотикой смогла увлечь своих студентов доктор филологических наук профессор Инна Швет. Это, в принципе, базис. Базис основотворный и он вызначает и нашу культуру, и картину света, и нашу, может быть, национальную идею, которую мы шукаем. Мы шукаем, и это не то, что просто минулое, но сегодня мы сегодня выкористовываем парадигмы фольклорные, ну и в побыте, и при принятии решениях больше глобальных. И это, правда, живая зъява. Доцент кафедры географии и природопользования Светлана Токарчук считает, чтобы увлечь студента научной работой, необходимо учитывать его природные таланты. Кроме того, я считаю, что очень важным направлением при работе со студентом является использование их сильных сторон. Мы всегда спрашиваем у студента, чем он увлекается и что бы он хотел делать. И, опять же, особенности ГИС – это мультидисциплинарность. Например, если мы не берем ту же географию, студент, который закончил художественную школу, умеет хорошо рисовать, мы ему советуем заниматься туризмом. А если студент занимается историей города, как хобби у него и архитектурой, можно также создавать какие-то архитектурные такие произведения. Заслуженные награды за научные труды и активную работу со студентами в преддверии Дня Белорусской науки получили многие преподаватели, ученые и коллективы ученых университета. Но, оказывается, таланты можно раскрывать и не только через монографии и защиты диссертаций. Это еще и творческий потенциал, который также раскрывают преподаватели в своих студентах. Юрий Печер станет ставленник телерадиокомпании «Грест».